Музыка Министр здравоохранения Шмыгль заявил, что карантин выходного дня это была ошибка. Пидорас! Пидорасина! Сейчас еду к Диджи Вистар на Арсеналь, он там работает на припате в ресторане, там вместе прыгаем в такси, едем в водку-гриль, ночные клубы работают, наконец-то понемногу возвращаемся, надеюсь и новогодний ночь тоже отработает. Это новый видос, подписывайся, колокольчики и обязательно комментарии. Я уже нахожусь на станции метро Арсеналь, посмотри какая здесь красота, все светится, все яркое, в принципе, наверное, как у меня на Софийской борщаговке, очень яркое. Сейчас подходим к Киев фудмаркет, здесь очень много людей, я очень счастлив, что люди работают, что люди кайфуют и этот ебаный карантин заканчивается. И вот сейчас будем подходить к заведению, которое называется Молодость, здесь тоже очень много людей. Здесь работают DJ No Brain и DJ Samanta вообще, молодцы пацаны, что в такое время работают. Смотри, как здесь много людей, вот это я понимаю. Отменили карантин выходного дня и сразу люди пошли отдыхать. Все налаживается, все будет здорово и будут клубасы работать, а то, что говоришь мы, альпидорас ебаный, это все неправда. Вот так должны проходить выходные, вот так должно быть много людей в каждом заведении, как было раньше. И никто не боится заразиться, потому что мы понимаем, что половина из этого это максимальный бред, который придумали для нас политики наши конченные. Немного завелся и мысль теряется. Я когда злюсь, забываю, что хочу сказать. Ох, и вот мне уже Стар пишет, где-то находишься, а мне к нему еще идти вот туда минут пять. А помните эту дорогу? Я ходил по этой дороге, когда платил за квартиру съемную. Сейчас уже своя, платить не нужно. Пять минут и я встречаюсь с DJ M Star. Ребзя уже встретился с DJ M Star. Он сегодня работал в вот таком вот прекрасном заведении. Привет, старичок. Вообще, что я приехал, собственно? Сижу дома. Такой, я же сегодня работаю с DJ M Star на смене водка-гриль. Пишу, братанчик, ты во сколько будешь? Он говорит, ну, буду там в 11. Если что, там, может, что-то опоздаю. А он говорит, а ты во сколько? Я тоже в 11. Он говорит, приезжай ко мне на арсенальную, поедем вместе на такси. И вот уже, получается, 10 часов, Стар начинает в 10 водки. И мы немного не успеваем, сейчас едем на такси. Чуть-чуть, опаздываю. Очень важная информация, я оплачу DJ Star. Ну, откуда же у меня деньги? Он поднеженский миллионер. Там трубы, плитка. Вообще не вопрос. Покупает все, что есть. Ждем наше такси и отправляемся в водку-гриль. Сегодня дискотека. А у нас сейчас очень неприятная ситуация. Приехала полиция, потому что поступил вызов, что работает заведение. Полиция говорит, мы бы не приехали, если бы не было заявы. Говорит, нам абсолютно все равно, мы даже даем вам возможность работать. Но кто-то позвонил, сказал, что мы работаем. Люди. Питарасовы, что я могу сказать. Антоны ебаные. Но нельзя так делать. Кто-то считает, что в ночных клубах только проститутки, наркоманы. Кто как хочет, так и дрочит. Вот я захотел при ночной клубе и выпить. Я приду и выпью. Я ничего не употребляю уже, я не знаю, сколько времени. Я не пью алкоголь уже три года. И я нормально себя чувствую в ночных клубах. Я, блядь, поражаюсь тем людям, которые пишут заяву о том, что работают в ночные заведения. Ума ноль. Ждем развязки ситуации. И сейчас админ нам скажет, мы работаем дальше или мы не работаем. Нет, все-таки мы работаем. Наконец-то мы смогли договориться. Спустя час мы закачаем столицу. Сейчас, час ночи. И мы хорошо работаем. Посмотри, как здесь здорово. А музло какой один же старт. Ай, просто сказка. И это без Артура Перостова, прикидываюсь. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. А сделай аук. Ебать в порядке, девчонки. Это уже как паркаус. Не только талантливый, но уже и почти красивый. Старик, будешь качаться, девчонки будут обращать внимание. Хотя он в сексоне работает, там качаться не надо. Да, я диджей, блядь. Где делам? Если ты еще на радио работал диджеем. У тебя квартира есть? Ебать. Я вот так... Ну вот, ребята, только все начало у нас хорошо получается. И снова приехала муниципальная полиция. Снова пришла жалоба. Нам пришлось сделать немного тише. Самое главное, чтобы мы вообще не закрылись. Поэтому обратно ждем решения. Фух, отработали. Несмотря на все запреты и неприятности, которые у нас были ночью. Нормально отработали с диджеем Стар. Прям очень здорово. Людей было здорово. Блин, страшная тема, если честно. Коронавирус есть, но вы же понимаете. Если ты должен заболеть, ты и заболеешь коронавирусом. Но этого не избежать. Карантин выходного дня, мне кажется, это полный бред. Ну, метро все работает. Ярмарки. Показывали по новостям, как много было людей. И ты же понимаешь, что в ночные клубы приходят не старики. И отдыхают в ночных клубах не люди, которые в зоне риска. Там отдыхает молодежь, которая бухает, влюбляется, танцует. Никакая корона влюбленного человека или пьяного не возьмет. Нас реально три раза пытались ночью закрыть. Первый раз без 20-12. Мы сделали звук тише. Потом где-то в час ночи приезжала еще одна патрульная машина. И где-то в 2.40, в 2.45 еще раз приезжала патрульная машина. Ну, короче, бред полный. Слава богу, руководство заведения смогло договориться. Мы отработали всю ночь до конца. Ребятки, всем привет. Наступил уже следующий день. И ты, наверное, сразу заметил, что я сегодня счастливый, улыбчивый. А все потому, что день рождения у моей любимой Наташки. Пупсик, с днем рождения. 26 лет это уже старость. Уже на погоду колени болят. Конечно, не 32, как мне, но все же. Мы сейчас находимся в торговом центре Лавина на фудкорде. Немного перекусим сейчас пельмешек и вареников. А дальше мы идем покупать подарок Наталочке. Она хочет джинсы. Да, Пупсик? Ох, сегодня я, наверное, намучаюсь, но день рождения у любимой. Надо будет потерпеть немного. А еще я Наталочке своей сделал подарок, подарил духи. Что еще подарил, Пупсик? Цветочки. И подарил свои любимые вот такие вот шикарные фотографии. Вот смотрите, какая красотка. Так, это я в клубе работал. И вот, смотрите. Это самая лучшая фотография моей именинницы. Смотри. Пупсик, ты шикарна просто. Смотри, на шопинге какая ты. Чуть-чуть расслабилась. Как так можно спать? А Наталочка только увидела фотографии. Она их еще не видела. Ничего, ребятки. День рождения Наталочки. Вам приятного аппетита. Мы покушаем и идем шопиться. Будем покупать подарки моей Наталочке. Мы уже покушали. Если честно, как по мне, то мы не поели, а так слегка перекусили. Сейчас у нас шопинг с Наташечкой. Тебе показывать не буду уже, потому что шопинга уже было много на моем канале. Покажу тебе уже финальный результат. Что же мы купили? А после шопинга что у нас? Идем суши кушать. Это любимая еда нашей сегодняшней именинницы. А я, честно, по суше не сильно выступаю. Рыбку отдельно, да, люблю. Рис отдельно люблю, пловчик особенно. А вот суши как-то, ну, такое. По праздникам, да? Как Оливье в новогоднюю ночь. Дамы и господа, спустя 2 часа мы так ничего не купили моей имениннице. А все потому, что Наташке моей такой вкус, она говорит. Здесь модель не та, эти короткие. А потом она говорит, джинсы не хочу, давай кофты смотреть. Кофты не подходят, потому что фасон не такой, неправильно сидит. Потом говорит, давай клачки. Клачки тоже не подходят. Потом начали обувь смотреть. Обувь тоже не нравится. Короче, подарю деньги, а там уже тусская Наталочка моя решает, что их купить. Правильно? Это, наверное, лучший подарок. Дарите цветы, вкусняшку и бобы. Бобы нравятся всем. Что захочет, то и купят. А сейчас мы направляемся кушать суши. Ребятки, мы уже прилетели в ресторанчик Ханами. Нам очень нравится. Здесь вкусный удон и суши очень вкусные. Прям советую. Да, пупсик? Суши здесь очень вкусные. Ребятки, еще есть одна классная новость. Сегодня я забрал на новой почте вещи, которые мне отправили 11.11. Мы делали закупку на Алиэкспресс. И сегодня я был так рад, что забыл на новой почте снять распаковку. Поэтому покажу тебе, что же у меня здесь. Сумочка такая вот пришла, классная, маленькая. Пупсик, а ну, держи. Такая сумочка. Запах, конечно. Ну, как знаешь, как китайская такая. Потом очки. Смотри, какие у меня пришли. Смотри, какие очки классные. Смотри, как я выгляжу. Такие. Потом. Что, что, что. Такие же самые очки, только зеленые. Очки стоят 83 гривны. Ну, еще пречаточку добавим, стрижечки добавим. Так, что еще? Сколько сумка была, малыш, не помнишь? Гривен 200? 200 гривен. И взяли для нашей кошки ошейник 40 гривен. Но мне кажется, она сюда не влезет, потому что у нас такая кабасик. А, не, малыш, смотри, здесь достаточно. Джессика помещается здесь. Хочу с ней гулять зимой. Это там что-то 40 гривен, 83, 83, 200. И одну сумку я уже забрал, Наташа заказала. Но пришла такая вообще максимально прошивая. Все-таки сумочки лучше заказывать. И вещи у нас здесь в Киеве. Ну, и не в Киеве, а в Украине. Чтобы можно было их сразу пошупать и отправить обратно, если галимая. Потому что там такая строчка была потресканная. Но не очень не зашла. А я еще жду сумочку-бананку. И Наташка ждет еще двое очков. Смотри, какие очки классные. И еще одна сумка. Ну, сумку, да. Смотри, какие очки классные вообще топчик. За 83 гривны. А ну, Пупсик, примерь. Да ты что, просто. Я так понимаю, что ты у меня будешь их отжимать, да? Может быть. Может быть? Вот такая вот легкая распаковка Алиэкспресс. Пупсик, давай поднимем наши безалкогольные напитки. Моя нулевочка, Стелла Артуа, твой спрайт за тебя. Люблю тебя очень сильно. Как я уже писал, извини за то, что тебе я делаю больно. Постараюсь измениться. Потому что ты моя роднулечка, ты моя девочка. И ты будущая мать моих детей. С днем рождения, дедчик. Че ты плачешь? Малыш. Зайчик. Че ты плачешь? Блин, щас все подумают, что я тебя обижаю. Малыш, че ты плачешь? Пупсик. Ну че ты плачешь? Че ты плачешь? Наташка. Держи. Че ты плачешь? Малыш, скажи так. Ты можешь сказать, че ты плачешь? Что ты плачешь? Что ты плачешь? Все хорошо. Так а да хорошо, разве плачешь? Пупсик. Что происходит? Че ты заплакала? Все хорошо. Давай подседать. Наталочка моя уже проплакалась. И пока она вытеряла свои слезки, нам уже принесли сушки. Удончик мой уже остыл. Всем приятного аппетита. Поздравляйте, мой Наталочка с днем рождения. Пупсик. Вот и отметили твой день рождения. Мы делаем выводы, что калья нам уже нельзя курить, да, в заведении? Так сложно, просто пипец. По башке ударило, мы так накушались. Взяли пивочку. Пивочку. Взяли пиво, ну Лёшечку. И нас так разморило. Малыш, дед, с днем рождения. Люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя.